всем привет меня зовут андрей вы на канале industrial tool и сегодня у нас снова в гостях компания daily а точнее их продукция то подписан на мой канал у меня уже был один ролик о продукции компании daily там был обзор на ручной инструмент ну а сегодня давайте смотреть что же компания daily еще производит как вы видите на столе у меня такие замечательные сумочки сумки на самом деле классные я их так сказать рассмотрел уже заценил и давайте покажу немножко вам как первая желтенькая сумка они немножко как бы похожи но есть и различия видим здесь логотип деле набирки скажу вам сразу это артикул dl-p2 имеется здесь две ручки плечо регулируемый прорезиненной прокладкой но внутри снизу снизу имеется четыре таких ножки пластиковых жестких но здесь тоже жестко также по краям на стенках имеется внешние наружные карманы здесь точнее три кармана с одной стороны и три кармана с другой стороны давайте откроем открывается он как саквояж очень широко сразу можно все увидеть все достать кошелка ну внутри это я сюда положил тот инструмент на который у меня был обзор различные ключи молоточек руле . набор сверт на это все вы можете увидеть по ссылке в описании а в данном ролике мы чуть-чуть давайте посмотрим эти три новиночки да внутри что у нас по сумке широкое жесткое дно по бокам огромные карманы и на стенках также еще имеется по три кармана внутри с одной и с другой стороны никаких не молнии ничего обычные большие карманы удобные и самое главное что удобно то что у нас очень широко раскрывается просто открыл и все у тебя в доступ таким образом это все закрывается на молнию ну и давайте отставим это чуть позже вторая сумка 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 похожа но есть несколько отличий во первых на ремешке здесь совершенно другая лямка лямка наплечник здесь прорезиненный здесь вот такой в этой сумке артикул дл 430 318 это профессиональная серия написано это получается обычная также если здесь ремешок крепится на два колечка которые находятся у ручек в этой сумке под ремень сделано 4 кольца если повредятся какое-то одно можно перевесить на другое в этой сумке также имеется три кармана но с одной стороны карманы закрываются на липучках с обратной стороны точно такие же как вот как вот на этой сумке похожи но здесь вот прошито здесь по-другому здесь внутри они одинаковые еще интересная фишка это видите двойная такая ручка она складывается сама в себя вот и удобно нести в одной руке то есть у вас она и собрано если сумка открыта будет то как бы ничего можно сказать не выпадет еще на сумке на этой отличие есть под рулетку крепление и здесь пластиковое дно полностью жесткое пластиковое дно если здесь ножки то здесь уже пластиковое дно давайте ее вскроем посмотрим тоже здесь внутри также широко открывается полностью внутри мы видим здесь гвоздь сегодняшнего ролика это будет вот такая болгарочка тоже давайте ее отложим пока внутри внутри как мы видим тоже дно и в принципе те же самые карманы как и у этой сумки три по стенкам и большие по краям по моим ощущениям что вот эту сумку раскрываются пошли да в этой резерв побольше ну ладно сумки откладываем давайте приступать к рассмотрению следующих интересных штучек что у нас здесь это мультиметр многофункциональный цифровой мультиметр дели EDL 334 303 это только измерительные клещи цифровые EDL 334 203 и инфракрасный термометр с цветовым экраном дели EDL 333 550 давайте вскроем сюда я уже батарейки вставил батарейки идут в комплект чтобы заменить или вставить батарею открывается это вот так снизу открывается крышечка да здесь две батареечки которые шли в комплекте в комплекте также идет инструкция цветной дисплей температура от минус 30 градусов по цельсию до 550 градусов по цельсию быстрое распознавание в течение 5 секунд непонятно 12 точек лазерного дисплея давайте ознакомимся с прибором поближе здесь указана модель температуры минимальная максимальная в градусах и фаренгейтах здесь у нас указано я немножко в инструкции не понял это типа отношения расстояния до цели или как называется коэффициент мифракрасного излучения объекта короче какие есть функции нажимаем он включается мы можем измерить вот температура стола 20 градусов зафиксировали если подставлю руку и нажму курок вот 27 градусов когда мы держим курок термометр измеряет температуру отпустили курок он зафиксировал ее когда мы курок у нас зажат он постоянно измеряет видите меняется и меняется температура когда меняется поверхность лазер указывает вот это пятно место которое мы измеряем сам лазер необходим только лишь для прицеливания на температуру он никак не влияет лазер можно отключить то есть если мы точнее не так вот этой кнопкой отключается лазер и температура также измеряется только без лазера то есть если мы хотим там человека измерить чтобы не светить ему глаза так как это очень опасно можно измерять температуру без лазера следующие какие здесь есть режимы если зажать кнопку моды то мы видим можем устанавливать режим опасности максимальный режим опасности что это означает то есть если температура например здесь стоит 300 будет превышать 300 градусов загорится сразу вот этот индикатор и нижний порог опасности следующие моды это вот здесь стоит минус 50 градусов то есть если будет минус 51 сразу загорится тревога мы можем выставить любую которую нам нужна стандартно стояло 50 следующий режим вот это тоже немножко не понял судя по инструкции это называется отображение светимости это какая-то настройка светимости что это означает я так и не понял стояло 95 и этот режим менять фаренгейт на градусы в принципе и все и здесь также показывает максимальную температуру которая была то есть если мы измеряем какой-нибудь предмет типа аккумулятор там нагретый то она зафиксирует максимальное значение которое уловило ну в принципе и все идем к только измерительным клещам тоже профессиональная серия все что красным указано удели это профессиональная серия поставляется чехольчики есть инструкция на русском языке внутри открываем под резиночкой находится щупы щупы имеют и такие штуки клещи сами миниатюрные вот такие давайте сюда вставим батареечку нужна крестовая отвертка батарейки также идут в комплекте давайте поближе рассмотрим вот такой чехольчик внутри кармашек под инструкцией щупы щупы и сам прибор сзади вставляются батареечки можно включить фонарик только во включенном состоянии подсветка подсветка экрана есть и если удерживать включается фонарь ну давайте щупы вставим и замерим например напряжение вот у меня здесь 220 вольт фонарь загорелся дисплей красным цветом синхронизируя то что опасное напряжение фити либо например сопротивление или прозвонка здесь мы функция выбираем режим я так понимаю диод прозвонка прозвонка вот сейчас прозвонка а сейчас сопротивление и можно без щуков замерить к примеру на лампочке ток переключаем на 4 ампера лампочка 9 ватт вот 0,52 ампера 0,54 следующий идет цифровой мультиметр в этом тестере чехольчиков уже нет но выглядит он шаридно также есть инструкторы на двух языках две штуки здесь здесь щупы идут точно такие же но еще имеется датчик температуры что я заметил интересно здесь на корпусе сразу есть место куда можно повесить повесить щупы чтобы это занимало меньше места у вас еще и из интересного здесь имеется подставочка прорезиненный корпус я не пойму это чехол или корпус похоже как на чехол теперь давайте измерим сопротивление поставили на сопротивление мигает также такие щупы нужно использовать теперь функция это прозвонка диод и сопротивление также можно измерить конденсатор температуру для температуры еще есть вот такой датчик температуры давайте измерим напряжение постоянного тока вот DC 20 вольт также тут есть два режима один режим скрытая проводка а другой режим у нас видите мигает куда подключить щуп подключаем и ищем фазу 0 не показывает фазу не показывает фазу ну и гвоздь нашей программы это вот такая миниатюрная ушм ну и давайте открывать внутри инструкция ручка металлический не быстросъемный под отвертку ключик ключ прям мощный не сами неж то есть не этот не из фольги сделан в комплекте имеются запасные щетки все больше в коробке ничего нет убираем смешаем пакетики тоже убираем шнур давайте сразу посмотрим шнур 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 у меня 100 метров 20 замеряем метр двадцать в обратную сторону где-то шестьдесят семьдесят два метра получается черный корпус из интересного здесь вот такие защитные щиточки сзади указана надпись ультрамотор и на ул в в в в такая увесистая визуально реально маленькая такой децел а по весу она прям чувствуется ручка кнопка включается удобно имеется как на всех ушелем кнопочка для съема снастки такая гаечка с фланцем включили питание давайте и включим плавного пуска нету видно как она в руке дергается давайте проверим если здесь защита от включения если пропало питание вытащу включаю варочка включена подаю питание здесь у шлемочки защиты нет ну что предлагаю ее вскрыть давайте для начала удалим пыльники откручиваем задний винт снимаем крышку внутри мы видим залитые контакты выключателя чтобы они не соскочили видимо от вибрации первый раз сказать такое вижу здесь тоже выключатель почему-то один контакт питающий тоже залит давайте снимем щетку кстати возможно это защита сделано для того чтобы было видно лазили сюда или нет ну для гарантийных случаев отодвигаем щетки и можно откручивать редуктор отмечу что удобно сделано можно не снимая фланец открутить сам редуктор на многих уши м ках у так бывает отвертку невозможно поднести потому что всегда что-нибудь мешает вот в этом случае нам ничего не мешает и можно спокойно откручивать открутили и пробуем снимать ничего нам здесь не мешает не хочет выходить возможно видимо необходимо снять щетка держатели такое иногда бывает давайте попробуем дабы ничего не поломать на всякий случай щетка держать или хотя здесь вроде они не мешают а теперь чтобыあれ что получились чтобы хочу обратить внимание на защиту статора и видите здесь эти резиновые штучки которые были у меня недавно на обзоре лобзика очень похожая ситуация и внутри точно также сделан статор статор кстати здесь бронированный полностью залит давайте посмотрим ротор ротор тоже бронированный какая-то маркировка имеется вещи пролита лаком броня подшипники аудо аудо кстати подшипники на бошах стали вставить который в китае производит и давайте вскроем передний фланец открутили и снимаем внутри шестеренка прям большая толстая чувствуется вес здесь игольчатый подшипник что неплохо смазки достаточно ну ротор какой тяжеленький увесистый здесь нужен ключик на 10 я уже резьбу ослабил здесь уже сидит жестко придется взять что-нибудь кияночки да нет пошло откручиваем до конца и снимаем внутрь тоже подшипник аудо ротор чем-то похож на макита га-5030 на редукторе из интересного заметил видите здесь есть отверстие и вот такая вот крышка интересно для чего давайте достанем гаечку и шестеренку мне просто самому интересно что здесь здесь у нас фетровая поролон очка интересно первый раз такое решение вижу 608 подшипник ладно собираем и попилим ей пошлифуем кстати еще обратил внимание почему так тяжело извлекался ротор здесь внутри резиночка причем вот такой закрытый почти весь так что болгарочка сделано неплохо я буду исказал грамотно то есть защита от пыли здесь и подшипника есть и броня и плюс еще вот эти сеточки очень недурно так сказать как мы видим работает все четко без искрений еще посмотрите какое интересное решение вот идет защита статора и здесь есть три отверстия и корпусе есть три отверстия то есть для отвода тепла такое тоже я встречаю впервые обычно просто защита полностью целая здесь вот такое поставил я диск луга абразив который наверное самые популярные 1 и 2 миллиметра 125 ну и сделаю давай я замеры провел ни разу еще не включал ее 18 градусов она показывает 18 1 температура и и от дел пару режет по поводу там качество пиления правильное пилю или не правильно можете не писать я не тот человек который работает таким инструментом, я его ремонтирую. Да, я еще электромонтажник, но УШМ в работе у нас бывает очень редко что-то открыть. Ну да, конечно, но не так часто, чтобы каждый день работать. И поэтому, если я что-то делаю неправильно, можете даже не писать об этом, я это и так сам знаю. Пилили мы рессору. Ну достаточно, как, не знаю, обычная УШМ, пилит. Нагрелась не сильно, 30 градусов. Двигатель 28. Максимальная, вот еще на местах, где показывает максимальную температуру. Пока мы видели 28, вот там 29. Поставил зачистной диск и давайте попробуем чуть-чуть на нее надавить. Специально начинаю на нее нажимать и, как мы видим, поддержки оборотов нет, она пытается остановиться. Чего делать нельзя и никому не рекомендую. Если вы чувствуете, что вы прилагаете чрезмерные усилия к инструменту, так делать не нужно, у вас просто она сгорит. В данном случае, кстати, мы сейчас померяем температуру, нагрелась ли она вообще. Хотя, конечно, это такой себе тест, я почти не работал, но все же она должна хоть как-то нагреться, так как мы давали ей перегруз. Ну, нагрелась, вот редуктор 35 градусов, двигатель 32. Ну, как бы вообще, можно сказать, даже не нагрелась. А вот так можно ее остудить. Это даже написано в инструкции. Если у вас нагрелась УШМ, сразу же ее быстро не выключайте, пусть она поработает на холостом ходу. Вот видите, температура сразу очень быстро падает. Таким образом можно остудить любую болгарочку. Причем здесь это сделано так, специальное отверстие сделано, как мы видели на разборе, то есть шлифовать она достаточно быстро. Ну и решил еще пошлифовать подольше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Причем нажимаю на нее достаточно нормально, сильно. В некоторых местах она прямо пропилила рессору. Ну и как мы видим, нагрева практически нет. В руке я нагрева вообще не почувствовал, ну, 42 градуса. Это редуктор 42, 43, двигатель он 30, 35. Это при том, что я его сейчас резко остановил, вот она там 37 показала. Т.е. я его остановил сразу и не дала стоить, вот там 38,8 максимальная минута была. На самом диске он там 40 с чем-то, 45 было. Поэтому, как бы, уши ямочка достойная, ничего плохого о ней сказать не могу. Ну что, давайте подведем итоги. Вообще, УШМ на самом деле меня даже удивило. Если взять каталог или, например, открыть сайт Все инструменты, то мы здесь можем увидеть такую информацию. Вот она. Для сетевого инструмента есть запатентованная технология ультрамотор. Что дает эта технология? Как здесь указано, высокоростной ультрамотор третьего поколения, тот же размер, мощность выше на 30%, нагрев ниже на 20%. Если мы видели, когда я пилил, нажимал ее, в принципе, она не так сильно нагрелась. А плюс, когда мы ее остужали, просто в холостую включаешь, она очень быстро остыла. Она хорошо сидит в руке. Если мы внешне на нее посмотрим, здесь нет никаких там облоев, как вот на дешевом китайском инструменте. Она добротно сделана. Вообще, мне, если честно, показалось по некоторым деталям, что это, возможно, делает компания DongCheng. Не уверен. Может, это собственный завод и Дели. Этого я не знаю. Информации такой не владею. Но сделано достойно. Имеет место быть. Очень похоже, кстати, ротор похож на 50-30. Но, как я понял, здесь, как указано, даже на том же, вот сейчас прочитаю, в сайте все инструменты. Одним из главных преимуществ является честная высокая мощность 890 Вт, которая обеспечивает эффективную работу инструмента даже при выполнении сложных задач. УШМ оснащена двигателем Ультрамотор. Это эксклюзивная запатентованная технология собственной разработки компании Daily Tools. Она обеспечивает повышенную мощность и эффективность работы, а также снижает уровень вибраций. Это позволяет мастеру проводить длительные работы с меньшим утомлением и повышает качество выполняемых работ. Ну, как бы, как увидеть эту технологию здесь, я, если честно, не понял. И если мы посмотрим еще, то есть эта технология Ультрамотор также в каталоге относится и к бесщеточным двигателям. К бесщеточным еще можно как-то понять. Как это к сетевому инструменту относится, не совсем понял. Перейдем к самому приятному, так сказать, приятной части. За спиной вы видите, да, у меня здесь есть две такие коробочки. И вот самую большую коробушку мы сейчас разыграем. Конкурс будет простой. Нам нужно подписаться на мой YouTube-канал, поставить лайк этому ролику, включить колокольчик и оставить комментарий под этим видео. И самый популярный комментарий, ровно через неделю, я зайду, посмотрю и под самым популярным комментарием я напишу, что вы победитель. Человек, оставлю почту, и человек должен будет написать мне на эту почту. Если в течение недели человек не напишет на почту, то значит мы будем переразыгрывать. А что внутри этого подарка, давайте посмотрим. Самому интересно. Сам не видел. А внутри у нас это фум-лента, моток изоленты, рулеточка трёхметровая, ключ вот такой. Серия Daily Home. Тонкогубцы, в которых есть обжимка и зачистка. Короче, набор для домашнего пользования. Отвертка. Крест. Плоская. Универсальная. Молоточек. Прикольный. И канцелярский нож. Нож вообще прикольный. Даже у меня такого набора нет. Очень хотел бы его себе оставить, но подарю его вам. Кому понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok